Снова здравствуйте! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. И есть у меня желание открыть этот пакетик и сделать более подробный обзор на данный телефон. Итак, пакуют их, как правило, вот в такие небольшого размера телогрейки. Упаковка очень хорошая, повредить телефон, ну, достаточно проблематично в ней. Ну, такой вот переходник на адаптер. Плюс силиконовый... А что ты хрустел-то сейчас как-то? Слышите, он хрустит как-то. Давайте-ка его... Ну и ладно, хрустит и ладно. Что к нему приставать-то? Очень важный момент. Значит, ну, в данной коробке находится телефон Meizu U10. Очень важно, чтобы это была моделька U680A. Да, для чего это нужно? А у китайцев основные два Meizu. 680A и 680D. Отличие заключается в том, что у Ашки есть 2600 МГц. Она же B7-бант в 4G. Да, у Дэшки нет. Поэтому, если вы возьмете Дэшку и покажется там чуть дешевле, например, вы вполне сможете остаться без красного интернета. Ну, как там, 3G будет, но... Адаптер, кабель. Адаптер вот такой маленький, симпатичный. Прям вот, очень симпатичный. И выдает он у нас... Настроишься, нет? Что у нас выдает? 5 Вольт, 1,5 А. А сам телефон имеет на своем борту очень неплохие характеристики. Ну, он на операционной системе Flyme, которая на 6-м андроиде. Говорят, бывает, люфтит что-то где-то. Люфчение никакого... Люфтение... Люфта! Люфта я никакого не замечаю. А давайте для полноты картины сделаем следующим образом. Я открою ранее пришедший... Открывайся. Опять же, Meizu U10 в черном цвете. И мы сделаем небольшое сравнение, чем они отличаются. Ну, как вообще это выглядит, да? Один, как выглядит другой. Есть еще золотой. Ну, золотой какой-то вот... Боюсь, цыгане у вас его уведут. Поэтому зачем вам золотой Meizu? Два основных цвета. Это черный и белый. Подумываю сделать их регулярными товарами. Причем, как версии 2.16. Два оперативки, 16 в стройке. Так и три оперативки, 32 в стройке. Посмотрю, как они будут одни-другие идти. И, исходя из этого, приму какое-то окончательное решение. Значит, наш белый телефон. А задняя крышка тоже имеет закругление. 2.5D. Так, собственно говоря, и спереди, судя по всему. Да, закругление спереди тоже имеет. У черного телефона тоже ничто не люфтит. Тоже все симпатично, все хорошо. Значит, его нынешняя особенность. Раньше там телефоны шли меньше, тоньше, тоньше, меньше, меньше, меньше стали. Потом они, наоборот, начали увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Тут недавно делал обзор на 6,44 диагональ Xiaomi Mi Max. То есть, лопата та еще. Здесь достаточно компактный, симпатичный телефон. При всем при этом имеет сканер отпечатка пальцев. Причем сканер отпечатка не сзади, а спереди. И в бок смещенная камера. Обычно нынче камера находится посередине. Здесь она находится сбоку. Хорошо-плохо? Без разницы. Само по себе вот так оно выглядит. Значит, 2.16. Мало-немало, сложный вопрос. Основной упирается в оперативку. Почему в оперативку? Потому что если вы пользуетесь одной сим-картой, то вы сможете установить сюда в microSD до 128 гигов. Это вот за глаза абсолютно. Вот обкачайся. Но есть проблема. Здесь либо вторая сим-карта, либо карта памяти. Но об этом чуть позже. В руке оба телефона очень симпатично смотрятся. Насколько что к чему внутри, мы сейчас узнаем. А пока я сделаю следующее. Я открою вот эту коробку, которая, видите, покоцанная вот здесь. Давайте прям так покоться открою. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, здесь стерлышки как раз на Meizu U10. Ну, просто вдруг человеку стекло туда будет полезно. Хотелось бы его примерить. В общем, какая-то непонятка с защитным стеклом. Вот. Надо все это дело примерять, наверное, вне камеры. Определиться, где какие. А сейчас пока уберу. И скоро вернемся. Будем белый тестить. Ребята, все-таки вернулся я обратно пока к черному. Потому что у меня, помимо простых стекол, у меня пришла еще вот такая вот штукенция. Вот. Плюс этого стекла заключается в том, что оно не прозрачное, а вот полностью повторяет телефон. Давайте, наверное, на белом наденем. Посмотрим, во что превратится в нашем случае белый. Белый превратится в черный. Видно, да? Совпадение. Ну, очень хорошее. Стекло достаточно толстое. То есть, вот теперь как бы на провале кнопка, но без проблем достается. Стеклушка очень даже прикольная. Мне понравилось. Итак, значит, возвращаясь к телефону, давайте посмотрим. Не слишком ли близко я камеру навел. Вот, собственно говоря, и все. Никаких снимающихся крышек там, ну и прочей ерундистики. Значит, сюда мы что можем уместить? Либо, ну вот, собственно говоря, здесь нарисовано, либо две нано-сим-карты, либо одну нано-сим-карту, плюс одну флешку microSD. Краем уха слышал. Сам не пользовался. Говорят, можно сделать бутерброд и в одну вот такую тангетку уместить сразу и сим-карту, и карту памяти. Собственно говоря, из внешнего все посмотрели. Давайте сделаем следующим образом. Включим для начала. Пока он включается, еще раз, да, данная модель 2.16, то есть здесь 2 гига оперативки, 16 встроенной памяти. Все остальное то же самое, как у версии 3.32. Те же самые 13 мегапикселей основная камера, 5 мегапикселей камеры для себяшек, тот же самый сканер отпечатка пальцев. Вот, все один в один. Позже, ну, у меня придет версия 3.32, я смогу их между собой потестить. Что не понравилось, он не дал мне выбора языка. Ну, давайте, наверное, поступим следующим образом. Возьму-ка я, пойду накачаю на него разные разнообразные программы, для того, чтобы его потестировать, да, закончу кое-какие свои маленькие дела, вставлю в него свою сим-карту, посмотрим, как он работает относительно мобильного интернета, ну, и, собственно говоря, вернусь, и мы с вами продолжим. Итак, оказалось, здесь достаточно интересный момент. Вот в этой папке HotApps, да, горячие приложения, есть возможность скачать Google Play. То есть, да, изначально он не стоит вообще. Отключили мы Wi-Fi, и что мы видим? Да, 4G у нас присутствует. Еще раз, почему это происходит? Потому что это у нас версия U680A. Наша европейская версия, 680H, если не ошибаюсь, ну, вот это точный аналог по бандам, и, ну, без проблем работает в сетях 4G или LTE, там, вот, немножко путаюсь, не обращайте внимания. А, значит, поскачивал я остальные программы, плюс добавился еще один новый тест сенсора... Господи, как тебе назвать-то? В общем, добавилась еще одна программа для тестирования. Если у вас есть какие-то пожелания, вы можете их высказать, ну, они будут, возможно, добавлены в следующий тест. Давайте начнем с GPS-теста. Вы знаете, сложно мне судить, да, видимость, он видит достаточно малое количество спутников, цепляет и использует, ну, опять же, мало, плюс, видите, он прям вот, ну, от валы, да, бух, отвалился, бух, появился, отвалился. Вот. Я думаю, к концу видео я вернусь к этому вопросу, может быть, я найду в чем проблема, может быть, что-то не включено, отключено, ну, может быть, я констатирую, то, что это особенность аппарата, либо брак этой трубки. Значит, относительно сканера отпечатка пальцев. Просто вот нажать не будет срабатывать, то есть мы должны его включить, после этого он его распознает. Выключаем, включаем, он запрашивает пароль, вместо пароля мы ему прислоняем палец, он разблокирует. Разблокировка, ну, какое-то время занимает, вроде как не шибко долго, но по сравнению с предыдущим телефоном, который тестил, а тестил я Xiaomi Mi Max, там, конечно, вот сканер срабатывал гораздо быстрее. Так, ну, давайте на касание. 10 абсолютно без проблем он поддерживает. Больше, ну, по-моему, и ни к чему. Ну, моё мнение, то, что таких результатов вполне хватит для того, чтобы смотреть потоковое видео. Можно, наверное, как раз это сейчас и попробовать сделать. Дорогие мои, на улице достаточно светло, на балконе у меня достаточно тепло, есть коробка с телефоном, есть свободная минутка, почему бы не познакомить... Вы видите, абсолютно без проблем. Качество выше, чем 720, не поднимается, да, но при этом скорость загрузки, буферизация очень хорошая, кроме AIDU. Сиренник надо затереть. 1066 во внутреннем хранилище памяти. Так, центральный процессор. Диапазон частот до 1508. По-моему, всё-таки заявлено было побольше, но вот AIDU, она не врет. 8 ядер. 2700 отчёт андроида. Из базы данных 2700 мАч. Шестой зефирчик стоит. AIDU надо затереть. Ну вот, давайте посмотрим. Кстати, вы знаете, очень хорошего качества олеофобное покрытие. А что это такое? Я не хочу сюда... Так, ну давайте. есть датчик света. Ну, тут для того, чтобы корректность его работы показать, я думаю, надо будет включить фонарик. Видите, да? То есть, как бы, всё работает, всё хорошо. А если мы всё закроем, то ничего не работает. опять же, всё хорошо, всё правильно. Как-то он через что-то видит, что ли? Непонятно. Значит, положили прямо на ровную поверхность, всё хорошо, всё работает. А с датчиком приближения у нас, видите, нету дальномера, то есть, есть два положения. 5 сантиметров, либо всё. Ну, то есть, он достаточно простой получается. Датчика температуры нету. Гироскоп. Да, пожалуйста, работает. на ровном месте 20 децибел, а говорить начал вообще 60 стало. Работает? Работает. Что даёт вот этот вот сенсор, я не знаю. видимо, с помощью него можно, ну и вот этого сенсора тоже нету. С помощью него можно проверять, будет ли работать компас. Компас здесь есть. Мне, кстати, что здесь понравилось, если мы зайдём в полезное, зеркало включает камеру, уровень, лупа, да, то есть, можно использовать камеру как лупу. Сложно вам что-нибудь читать, да, автоматически как вот и почитал. Ну и шкала достаточно полезная. Правда, 9 сантиметров всего, но вот до 9 сантиметров если что-то надо замерить, это можно будет сделать с помощью этой шкалы. мелочь, ну приятно. Компас, компас работает. А тут его покалибровать надо. Не хочу я его калибровать, он работает, поверьте на слово. Вы же не сомневаетесь. Так, что мы дальше можем сделать? Давайте сделаем бонзайку. Та-дам! 3781 очко. FPS-ки 54. Много-мало судить вам. Вы знаете, по-моему, очень посредственные данные, я, к сожалению, не могу вспомнить сколько у меня набирали другие устройства. Мейзу у 10-ой практически никто не рекомендует. Три пользователя только это делают. Такие вот данные получились. Так, ну, что мы имеем? Давайте в Антутушке прогоним. Значит, в итоге мы получили 39 тысяч 956 попугаев. такой вот результат имеет данный телефон в Антутушке. Наверное, давайте перейдем к играм. РАДОСТНАЯ МУЗЫКА РАДОСТНАЯ МУЗЫКА РАДОСТНАЯ МУЗЫКА РАДОСТНАЯ МУЗЫКА В целом, по-моему, неплохо. В камеру, только надо повыше поднять. Давайте попрыгаем. Чем больше я запускаю, тем выше я по ней прыгаю. Прикольная игрушка, всё работает. Давайте посмотрим ещё Лару. И, наверное, можно будет переходить к фотографированию, чтобы показать, насколько хорошо получаются фотографии. И к тому, чтобы разобраться, что же здесь всё-таки с GPS-ом происходит. Потому что, ну, GPS, если помните, вначале прям как-то вот не хотел работать. Бегает и бегает. Вроде нормально. Что у нас тут ещё осталось? Что вам можно показать? Вроде всё. Пойдёмте пофотографируем. Итак, сделали, да, фотографии. Почему они получились такими? Значит, ребят, у меня нет задачи рассказать, что эту модель вау. Потому что, там, мне за это её, собственно говоря, и дал производитель. Нет. Я её купил, я её купил и делаю честный обзор. Поэтому, если у модели есть какие-то недостатки, ну, мне нету смысла их скрывать. Да. Если она уж совсем неудачная, да, там, цена-качество не совпадают. Просто она не станет моей регулярной моделью. А просто, ну, так вот на тесте выйдет. Ну, и не более того. Если это, ну, худо-бедно интересная модель, да, то есть, ну, здесь за внешний вид и стоимость можно многое простить. Опять же, да, есть версия 3.32, да, то есть, три оперативки, 32 в стройке. Она пошустрее. Я думаю, я её закажу. Обязательно сделаю сравнение между двумя этими моделями. Вот. По камере, да, вот. Как-то вот. Ну, возьмём вот нож, да. Вот его реальный цвет. Плюс-минус, да. То есть, вот я смотрю в камеру, я смотрю в живую. Плюс-минус. Вот как-то вот так вот он выглядит, да. И если посмотреть фотографии с Meizu, ну, как-то вот в красноту, что ли, начинает отдавать. Вот. Может быть, к ней надо приноравливаться. Я фотографирую просто вот навёл. Там, ну, максимум сфокусировался, нажав на экран. Всё. Не более того. Ну, камеру вы посмотрели. Ссылка в описании на исходники фотографий без сжатия-ужатия и прочих вещей. Будут, да. То есть, можете перейти по ссылке и посмотреть, насколько хорошие фотографии получаются, если смотреть X-компьютер. Значит, сейчас пойду разбираться окончательно с GPS-ом. И после этого будем делать резюме по этому телефону. Зюх! 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 Надо над этим думать. Пойду ещё подумаю. Попробую. Чё делать-то? Так, ребят. Ну, сделал некий танцы с бубном. В точности обновил альманах. Да? Ну, давайте следующим образом. А телефон из Китая приходящий, да. Они считают, что они где-то там. Альманах здесь другой. Лясим-трясим. В общем, есть способ, который, возможно, поможет и вашему телефону, чтобы у него заработал обратно GPS. Но, я думаю, на этот способ надо будет снять отдельное видео. И я подозреваю, оно будет достаточно популярным. Потому, что, смотрите. Ну, Яндекс, он прогрузился сам по себе. И точность стала... Ну, я только одно матное слово знаю. Которое заканчивается стическое. Ну, в общем, стало хорошее. Точностью я теперь доволен. Давайте попробуем посмотрим то же самое на Google-картах. А вот Google-карты не хотят меня искать по GPS-у. По датчику GPS. Все. Хочу по датчику GPS только видеть. Ну, Яндекс.Карт, смотрите. Да, значок. Бегай. Спутник видит. Открываем Google. Google не видит. Google не видит почему? Есть у меня, опять же, некое подозрение. То, что я понимаю данные причины. А здесь так называемые гапсы. Это сервисы Google. А не... Как объяснить-то? То есть, да, в любом Android-устройстве гапсы это все. И тебе надо сделать рут-права для того, чтобы их удалить с этого устройства. Уйди, уйди отсюда. Фу-фу. Вот. А здесь наоборот. Здесь надо поставить рут-права для того, чтобы гапсы были договенствующими. Давайте попробуем, значит, настройки. Да, пожалуйста. Изменили чуть настройки. Все стало хорошо. Он опять показывает. Ну... В общем, очень точно он показывает. Так. Ну, давайте попробуем в GPS-тест вернуться. Мгновенно, ребят. Да, вот мгновенно. Спутники чуть-чуть отваливаются. Там 8-10. Да. Ну, это 7-8. Да. Вот. Но точность, да, плюс-минус 6 метров. Это очень хорошая точность. 5 стало. За спутниками проблема решена. Как это делать, я подозреваю. Я напишу инструкцию буковками, буковками, буковками. Размещу это в группе ВКонтакте. И все это дело попробую снять на каком-нибудь телефоне, у которого будут похожие проблемы. Есть у меня... В общем, найду какой-нибудь телефон, сниму проблему и попробую ее решить этим способом. Если она решится, будет классно. Все, да, значит, телефон имеет свою особенность. То, что ГАПСа на нем не главенствует. А в остальном, да, вот как резюме, ну, это точная копия айфона. Да, то есть, это вот на самом деле хорошо. Единственное, вот айфон какой-то четвертый, по-моему, по форме айфона, он уже как-то, ну, так, по железу немножко устарел. Здесь, если мы возьмем... Видите, все пропало, все нашлось. А здесь, если мы возьмем версию 3.32, ну, не знаю, вот как-то разница, вроде в тысячу. Наверное, нужно будет дождаться еще раз телефончик 3.32 и уже сделать сравнительные тесты, посмотреть, насколько он будет отличаться. Идут у меня некоторые чехлы к нему, поэтому... Вот, кстати, вот интересная тема, да, смотрите. Вот я переворачиваю, ну-ка, еще раз. И он как-то терял все это дело. Сейчас что-то перевернул, вроде не потерял. О, видите, потерял. Это от того, что я повернул или просто потерял? Пускай полежит немножко, посмотрим, потеряет он еще раз или нет. Вот, значит, идут чехлы, поэтому телефон с чехлами будет мелькать, пока не уйдет, пока его кто-нибудь не купит, но для следующего обзора я подозреваю, на всякий случай и версию 2.16 тоже закажу, приведу сравнительные анализы, сейчас немножко подумаю, возможно, он станет регулярным товаром, вы сможете у меня его покупать по цене Али. Хотел на этом закончить видео, но нет, все-таки пойду я сейчас посмотрю, какие... А чего я посмотрю? Давайте мы его выключим. Выключим, да, для чего это надо? Сейчас все узнаете, минуточка терпения. Выключился, ну и великолепно. Нажимаем вверх и клавишу включения одновременно. Отпускаем клавишу включения после того, как зажглась надпись Meizu. Клавишу вверх держим. Мы попали в рекавери. Ерунду, я на самом деле, ребят, сморозил. В голове уже все это дело поперемешалось. Значит, мы сейчас заново прозагрузим. Значит, в рекавери мы увидели английский и китайский язык. Да, по этой причине мы сейчас заново его загружаем и посмотрим, что у него в прошивке написано. Сможем понять, а полноценная это глобалка с подмененным ID, либо это с портом глобалки. Сейчас посмотрю по цифрам. Я его взял и обнулил. Да, хотя все это дело можно было бы сделать и через внутреннее сделать. Так, давайте, значит, я его заново сейчас прогружу, запущу и продолжим. Итак, мы все обнулили. И давайте теперь попробуем зайти в информацию о телефоне. Meizu U10. Память нам это не столь интересно. Обновление системы, текущая, кстати, версия Flyme 5.2.3 ОГ. Актуально считает. Вот она у нас, значит, информация. Модель U680Х. Плохо. Ну, не совсем плохо. Но и не вот прям вот не шикардос, скажем так. Да, потому что если бы инженерное меню, не инженерное меню, а рекаври был бы только на английском языке, а здесь было бы написано 680Х, это была бы вот прям вот все. Да, подмена ID, полноценная глобалка. Было бы все хорошо. А в нашем случае, да, мы видели там и китайский, и английский. Поэтому, да, раз здесь написано U680Х, это ЮНОС с портом глобалки на борту. И это немножко другое. Да, подмена ID, по-моему, получается, здесь не было. Ну, опять же, это вот больше к тем, кто знаток, фанат, да, откровенных китайцев, Meizu, Xiaomi, там, ну и так далее, и тому подобное. А на этом, я считаю, да, данный обзор этого телефона закончен. Следующий обзор на эту модель будет уже сравниваться в версии 2.16 и версии 3.32. А посмотрим, насколько разное количество попугаев они наберут. Ну, в связи с тем, что, да, с GPS я разобрался, я думаю, это все-таки станет регулярным товаром, потому что телефончик 5-дюймовый, да, нынче это редкость, зачастую, ну, там, 5.5, там, и выше идут размеры диагональ. Телефон симпатичный, приятный, удобный, цена вполне адекватная, да, поэтому заглядывайте в группу ВКонтакте, там есть раздел товары, и если он в наличии светится, запрашивайте вариант, да, цвет, и 2.16, либо 3.32, какая актуальная цена, ну, это будет цена продавца на момент оплаты, плюс 300 рублей пересыл. Ну, и хватит разглагольствовать. Всем всего, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...